И я попрошу вас поприветствовать нашего спикера, Руслана Тулебаева, Каспий Банк. Встречаем! Всем здравствуйте, меня зовут Руслан, я менеджер проектов в проектном офисе, ранее был руководителем как раз таки дистанционного обучения. Сегодняшняя наша презентация будет называться, так немного красочно я пытался ее назвать, чтобы завлечь вас всех, вас много собралось до сегодня. Креативное обучение и как наши курсы стали интересными и вкусными. Начнем мы с того, что я расскажу про то, как обучаются наши сотрудники в Каспий Банке, про наш учебный портал, у многих я слышал, были вопросы по поводу того, какую СДУО, какую платформу используете. Обучение 24 на 7, проверка знаний, эволюция наших Каспий курсов, немного статистики, то есть в цифрах покажу, чего мы добились на сегодняшний момент. Расскажу в иллюстрациях, как выглядят наши вкусные курсы и как бонус. У меня есть там три курса, самых последних, по минуте каждой, вы посмотрите наглядно, в смысле, как это визуально выглядит. Итак, начнем. Как обучаются наши сотрудники? То есть сотрудники обучаются, как и в любой организации, то есть вы знаете, это есть дистанционное обучение, есть оффлайн обучение. То есть в нашем формате у нас есть Каспийскул, то есть короткие маленькие тренинги по часу-полтора каждый, и то есть в разбивке по разным тематикам. И как раз таки электронные курсы. Я спрашивал у организаторов, я хотел там более подробно и про тот, и про этот кейс рассказать, но сказали рассказывать только про дистанционное обучение. Так что продолжим, да. Есть один курс, у меня, к сожалению, его нет, но он опять же не такой популярный, потому что мы, к примеру, делали этот курс с надеждой того, что в основном направление было именно на головной банк. Потому что у них есть наушники, у них есть динамики. А в основном массы, у них всех этих возможностей нет. Да, хорошая идея, да. Но мы опять же, мы в основном направление делаем как раз таки, потому что у нас масса, это фронт-офис. То есть там в основном молодежь, то есть заточенные вот эти, сказать, эксперты головного офиса, да, у них там есть отдельные курсы. Как вы входите в ситуацию, если курсы проходят для того, чтобы пройти, для того, чтобы научить. Ну, опять же, такие простые моменты, они решаются как раз таки там простыми тестами. У нас там, к примеру, есть один из сервисов, он называется «Минутка». Ну, то есть мы, к примеру, день в день должны получить фидбэк от 2000 человек. Ну, то есть единственный вопрос – это там провести анкетирование, дистанционное я имею в виду, приходит ссылка к каждому сотруднику, и он проходит именно эту минутку. Ну, 10 вопросов, 4 варианта ответов. Ну, то есть человеку там дается буквально час с момента открытия этого опросника. Да, ну, это опять же, это культура просто компании, ну, в смысле, если человек, он зашел, просто пролистал, да, и так далее, а потом у него вдруг возникло о том, что он там не может ответить тому же клиенту, да, или не знает там о продукте какие-то вещи, ну, это опять же, это вылезет все. Ну, вы понимаете, да? Коллеги, я хотела спросить, микрофон нужен? В принципе, аудитория достаточно небольшая. Слышно нормально вопросы, когда задаются? Не нужен микрофон, да? Если микрофон на меня слышно. Нет, вас слышно, вас слышно. Мне важно, чтобы все слышали вопросы, которые задаются. Нормально? На видео может не быть вопросов. Ага, тогда лучше с микрофоном. Все, я поняла. Вы получаете, кто-то в правильной связи, если вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете? У нас в каждом курсе есть, ну, несколько фич таких о том, что можно комментировать курсы. Ну, сотрудники могут обмениваться информацией. То есть это мы даже не делаем, так сказать, верификацию того, чего они пишут. Ну, потому что, там, к примеру, кто-то написал какую-то гадость, да, и все это прочитали. У нас люди, там, сказать, мы изначально, когда внедряли, в смысле, комментарии, было такое о том, что поток информации, там, люди оставляют смайлики и так далее, там, звездочки. Но со временем сейчас, то есть это все контролируется, и начальники, руководители, начальники управления, директора все это отслеживают, и у них есть вовлеченность всего этого. И, то есть, если у них возникают какие-то вопросы, сотрудники могут даже сами друг другу отвечать и так далее. То есть там проявляется активность в каждом курсе. Да, да. Когда это было? Если в 2010-м, да, но сейчас 7 лет прошло, наверное, потому что я пришел в 2010-м, 2011-м, помню, да, году. В смысле, мы делали это уже, наверное, четвертая версия портала, когда мы там каждый раз что-то новое внедряем. А как обезопасить, да, у вас есть какие-то предложения? Нет, камеры у нас стоят. Камеры у нас стоят. У нас есть определенные, так сказать, курсы, тесты, которые вот именно аттестационные. Ну, к примеру, там, не знаю, перевести человека на другую должность или еще что-то. Мы здесь как раз таки, ну, это, наверное, не проблема сказать об этом. Мы подключали избошников, ну, и как раз таки камеры, ну, в смысле, отслеживали все эти моменты. То есть вылавливали тех людей, которые двое сидят за одним компьютером, сдают тест. Или кто-то другой сдал тест. Да, ну, в этом плане. У нас, к примеру, привязка, опять же здесь более техническая я объясню. Привязка идет именно к учетной записи самого человека. То есть мы понимаем в плане того, что, к примеру, я могу передать пароль кому-то, к примеру, там, в Тимкенте, и он сдает вместо меня. И мы об этом не знаем, хотя я нахожусь в Алмате. Но он должен авторизоваться именно на свой компьютер под свою учетную запись. А это как раз таки, там, ну, договоренно с безопасниками о том, что мы можем, там, как раз таки это применять, да. Если я ответил на ваш вопрос. Нет, нет, это есть. Как раз таки, да, я забыл, наверное, рассказать о том, что контрольный тест, он состоит из, там, скажем, условно, 20 итоговых тестов. Каждый итоговый тест состоит из 30, к примеру, вопросов. Но контрольный тест тоже состоит из 30 вопросов, и он выборочно берет, ну, там, по 2-3 вопроса из каждого итогового теста. Ну, то есть, да, можно сфотографировать все. Да, это, наверное, ответ на ваш вопрос, да, все-таки. Сфотографировать все, да, и передать. Но сфотографировать все, там, вопросы, там, 300 вопросов, я думаю, ну, как бы, это сложности возникают у сотрудников, да. Да, ну, просто, если говорить о самих тестах, ну, в тестах тоже есть какие-то нюансы, в плане того, я, скорее всего, это не включал в презентацию, я не думал, что это важно, да. Есть вопросы И, где ты отвечаешь только один вариант ответа. Есть вопросы, к примеру, несколько вариантов ответа. Есть вопросы, которые, ну, более сложные. У каждого вопроса есть свой вес. Ну, то есть, у нас все это предусмотрено. К примеру, там, нужно просто провести тестирование, даже без прохождения курса, ну, о знании, там, актуальной информации. Нам приходит, допустим, запрос, дают список вопросов, мы их формируем ответами, заполняем как раз-таки эти веса. Ну, сложность вся заключается в том, что если даже люди отвечают все правильно на 10 вопросов, но там по весам как раз-таки может быть отличие в плане того, что кто лучше всего знает. Ну, это все, да, построено, это регулируется. Итак. Ага. Ага. Да. Я про рабочие моменты говорю, да. Из дома, я же опять же сказал, те курсы, которые мы вводим вне, ну, в смысле, там просто вычетка информации идет. А сдача, тестирование как раз-таки происходит на работе, да. Да. Эволюция Каспи-курсов. То есть, изначально у нас было, наверное, вы застали, да, были текстовые курсы, это большие, слишком много текста, объемные страницы, много лишней информации, стандарты отсутствуют, потому что, ну, бизнес-тренеров, там, которые владельцев контента, их много, они там по-разному все пихают, и неинтересные, нескучные, да. Потом мы перешли к мультимедиа курсам. Это были первые наработки тех Каспи-курсов, как мы шли вообще к этому. Ну, то есть, структурированность была контента, о том, что мы давали минимум информации, но там максимум выхлопа по знанию продукта было. Страницы были динамичные, то есть, мы добавили какую-то анимацию, интерактив и так далее. Ну, и курсы, они отличались друг от друга и были какие-то уникальные. Ну, то есть, каждый раз проявлялся какой-то интерес. О, что я увижу в этом курсе, да, что я увижу в следующем курсе и так далее. То есть, люди ждали у нас в учебном портале, да, о том, что когда же выйдет новый курс. Ну, они не все, конечно, малая часть. Ну, и все равно были какие-то неудобства в навигации, сложности при внесении изменений, то есть, не было никакой админки и, опять же, курсы отличались, стандартов не было. Но мы пришли как раз-таки к Аспи-курсам. Это легкие курсы. У нас появилась некая методология создания курсов. Ну, и мы внедрили, вот вы видите, наверное, персонажей. Все эти персонажи у нас присутствуют во всех курсах. Люди начали их принтскринить, распечатывать, вывешивать на всякие мониторы. Ну, я не знаю, какое-то вовлечение появилось, да. И немного статистики. То есть, у нас есть текстовые курсы, мультимедиа курсы и Каспий курс. У нас увеличилась резко посещаемость, да. То есть, людям стало интересно. Я, наверное, не скажу, что мы внедрили некую геймификацию, но инфографика точно была, да. Ну, то есть, у нас, я опять же повторюсь, основной пул людей – это молодежь. Ну, то есть, и молодежь как раз-таки любит эти комиксы, всякий интерактив, не любит книги читать. Наверное, вообще никто не любит книги читать. И мы создали как раз-таки вовлеченность, увлеченность сотрудников через наш красочный курс. Картина. В 2013 году появилось 12 наших мультимедиа курсов. По 2014-2029, 51, 54, 65. То есть, это за один год мы разработали там около 9 курсов. Это все новые продукты, старые курсы мы как раз-таки удаляем. То, что новое выходит, мы предлагаем. Но текстовые курсы, вот синеньким отмечено, они все равно растут. То есть, у нас, хоть и штат из 10 человек состоит, да, мы не успеваем, допустим, там, стряпать те же курсы, хотя есть стандарты, есть методология, есть какие-то шаблоны и так далее. Но мы все равно понимаем о том, что текстовые курсы, они тоже популярны. К примеру, курс стандарты там по ДФТ или там какая-нибудь финграмотность о том, что ты молодым специалистам, да, дашь какой-нибудь интерактив, но у нас есть и взрослая аудитория, к примеру, там, кассиры за 50, да, и так далее. Ну, они видят всю эту мультяш, но и для них как-то какая-то несерьезность появляется, да. Ну, и здесь, опять же, мы применяем там простые текстовые курсы. Там же, опять же, меньше информации, есть картинки, но так более понятно, мы как бы объясняем. То есть мы, создавая Каспи-курсы, мы не отошли от текстовых курсов, потому что, ну, как бы, это все равно нужно. Ну и вот, это один из первых. Какие страшные глаза у девочки. Я покажу все это в динамике, но, в смысле, у меня есть несколько видео, я вам обещал, по минуте каждой. То есть так выглядит курс. Это вот Каспи-курс. То есть девочка сидит и печатает, здесь там день на ночь каждый раз меняется. Это там первая страница нашего курса. Ну, то есть здесь мы сразу видим о том, что там у нас люди часто-часто начинают заходить и читать эти курсы. Нажимают на чат и попадают на содержание курса. То есть здесь что такое рабочее время, график сменности и так далее. То есть мы подаем, как раз-таки, когда я говорю про стандарты, у нас есть определенный порядок. То есть это титульная страница, где человека мы сначала вовлекаем, потом говорим о содержании, что он узнает в этом курсе. В каждый пункт можно попасть именно по прохождению последующего. То есть здесь идет последовательность. И есть персонаж. Персонаж, который там во время курса, он там начинает какие-то вещи говорить и что-то подсказывать. То есть у нас все раздаточные материалы даже для тренингов. Они все разрабатываются нашими ребятами. Распечатываем все на цветном принтере и вырезаем такой кружок. Как? Тоже мы? Да, там другие люди сидят, которые тренинги проводят. Это бизнес-тренера. Но для них весь материал, ну в смысле имею в виду именно раздаточный материал, ну разрабатываем мы. За сколько времени можно пройти этот курс? А, разрабатываем. Ну опять же, раньше я говорю, в среднем сейчас от двух недель до месяца. Ну в смысле, если это что-то не новое, к примеру, говорят, нам не нужны эти человечки, нарисуйте нам, не знаю, чтобы голова была чуть поменьше, к примеру. Но это опять же, это просто ресурсы, это отрисовка, это все остальное. Мы придумываем идеи, как это все будет выглядеть и так далее. Изначально приходит просто PowerPoint-презентация или просто Word. Там сплошной текст, там какие-то, возможно, вырезки с интернета и так далее. Но мы все это переводим именно вот в такой формат. Это все, в общем, до месяца. Разработка просто параллельно у нас идет. То есть есть определенные, ну скажем, презентации из 100 слайдов. Первые 20 слайдов пока отрисовывают, отдают ее на разработку и так далее, и так далее. То есть, в общем, у нас, я могу, наверное, сказать, что в среднем, наверное, две недели на разработку и две недели на дизайн. Это, возможно, неправда, да. Ну, в общем, месяц. Нет, это, ну, у нас есть департамент. Да. И три управления. Одно из управления делает контент, другое управление разрабатывает. Вот это? Вот это. Да, ну, я здесь не стал нижнюю часть показывать, потому что у меня тема курсы все-таки, да. Здесь могут поставить оценку после прохождения. Комментарий можно оставить, да. И здесь как раз-таки видно статистику в плане цифр и всего остального, сколько людей заходило и так далее. Потому что все вот эти курсы, они общие для всех. Ну, график сменности, все работают, там, в ночное время могут работать, если это только, опять же, там, не фронтовики. Но курс могут прочитать любой, потому что по содержанию он, в принципе, полезен для всех. Итак, вопросов нет, да больше? Ну, это вот, опять же, слайд того, как это выглядит изнутри все. То есть есть определенные ссылки, мы даем понять о том, что куда надо нажать. Ну, то есть нет таких вот каких-то скрытых кнопок, которые там не с первого раза можно увидеть о том, что нужно, оказывается, нажать. Здесь появляется маленькая стрелка, и он там показывает о том, что нажми на меня там. Он нажимает, двухое всплывающее окно. И есть в каждом разделе определенные, то есть подразделы, где видно, что раздел состоит из двух подразделов, можно между ними прыгать. Есть глоссарий, то есть все непонятные слова можно узнать, что они, о чем говорят, если мы говорим про какие-то сокращения подразделений или всего остального, чтобы новенькому сотруднику было сразу понятно, о чем идет речь. Есть вопросы-ответы в некоторых курсах, то есть можно не читать, к примеру, курс, а просто пробежаться по вопросам-ответам. Но это, опять же, если более детально надо изучать, то нужно там прочитать курс, к примеру. Электронный документооборот – это курс про то, как пользоваться системой. У нас есть система документооборота 1С, и то есть как люди привыкли давать информацию. Это либо скрины, либо какое-то видео записывают и поверх ставят голос, либо какие-то там подсказки и так далее. Мы, опять же, ну просто почему нет, сделали это в виде там Каспи-курсов наших. Здесь, опять же, все интерактивно, есть содержание, зачем, почему, есть глоссарий, непонятные слова, что делать, вопросы-ответы. Это курс «Как пойти в отпуск». Ну то есть мы здесь придумали такую вещь, что менеджер, находясь где-то, все время хочет куда-то, да. И мы даем краткое такое описание того, что он узнает в этом курсе. Там, изучив курс, вы узнаете, какие есть виды отпусков и так далее. То есть это титульная страница любого курса. Он жмет «Начать», он может выбрать персонажа. Ну то есть он либо Адалин, либо Джонни Депп. Ну у нас бывает, когда парни выбирают Адалин все-таки, да. Ну и опять же, есть часто задаваемые вопросы про те, которые я говорил. И это вот некий интерактив, это опять же, чтобы просто завлечь людей. То есть курс, он должен немного общаться с тем человеком, с пользователем, который сидит перед ним. То есть это непростая вычетка курса. Это какая-то, не знаю, такая вот часть интерактива, где можно что-то кликнуть, что-то узнать. Он чешет голову, еще где-то он там раз, еще что-нибудь сделает и так далее. Это все отрисовывается нами. И часто задаваем вопросы, обычно выглядит так. То есть есть определенные категории вопросов и есть сами вопросы. То есть нажав, можно прочитать и так далее. Все это администрируется опять же тютерами. То есть наши разработчики создали, к примеру, такую штуку. Она подтягивается, данные из базы, где, ну там, к примеру, тютер может взять, забить какие-то данные и дополнить, к примеру, эту базу. Вот этот курс, он разоватывался дольше, потому что здесь есть кое-какие нюансы в плане того, что какие-то новшества. И немного видео. Я, кажется, закончил быстро. Тютеры, мы, я называю их, у нас есть градация, так сказать, тренеров и тютеров. Ну, то есть… Ну, около десяти. Да, да. Ну, потому что у нас, ну, когда большая компания, ну, опять же, текучесть, есть такое понятие о том, что много стажеров, новенькие люди с улицы приходят, их надо обучить. И как бы, чтобы они, ну, внедрились в компанию, так сказать, с какими-то правильными знаниями, да, и тут, опять же, одного дистанционного обучения недостаточно. Да, тесты можно пройти здесь, всю информацию можно получить здесь, но, опять же, там все равно есть вот это вот оффлайн обучение, да, у нас. После каждого курса. После каждого курса. То есть это обязательно. Вот, опять же, у нас есть разновидности тестов. Контрольный тест ты сдаешь раз. Ну, в смысле, после него мы отправляем результаты руководителям, и они уж сами решают, что делать. Сертификат, вот, да. Нет, это просто бумажка. Еще, да. Нет, это бизнес-тренера, ну, в смысле, да. Наверное, в HR многие знают наших бизнес-тренеров, да. Нет, нет, на постоянные. Ну, конечно, есть внешнее обучение, ну, в смысле, привлекают кого-то, там, если есть какие-то, да, вещи, которые, ну, наши бизнес-тренера, там, могут, ну, не хуже, наверное, но как-то по-другому объяснить. Тогда, да, конечно. Свет приглушить. Поможете мне? Нет, там не то. Это заднее. А так видно будет? Видео небольшое, это всего лишь так показать, как это выглядит на самом деле. То есть есть какой-то некий интерактив, есть мышка, которая нажимает все время, есть вот такие вот иллюстрации. Ну, мы здесь быстро просто пробегаем, но каждую вещь надо просто, ну, как бы, досконально изучить. Ну, то есть он жмет на навигацию, проходит, есть такие человечки. Внутри курса может быть какой-то курс. Этот курс мы используем с другого курса, например, там. Так как это, собственно, разработка, мы играемся, как хотим. Это просто скриншоты программы или же это… Это есть интерактив внутри, да, где, к примеру, говорится о том, что, к примеру, если нужно посмотреть, сколько дней отпуска у тебя есть, он нажимает, как будто он в системе, жмет и нажимает на кнопку, например, сформировать, и у него выходит. Такие вот склывающие окна, опять же, подчеркиваем каждую из ссылок. Есть видео. Это видео подкрепляется как раз-таки с Каспи ТВ. То есть мы… У нас есть интеграция на нашем сервисе. Ну и электроны как имеют оборудование. Как? Это и есть видео, да. Ну, в смысле, мы видео снимали самого курса и нажимали кнопкой, как вообще с ним проходить, да. Ну, в смысле, это не сам курс, это просто видео о курсе, да, если никто-то не понимает, да. Ну, мы просто снимали с экрана, да, и как бы… Как? Как? Да. Просто видеозапись, да. Давайте все-таки с микрофоном. Как? Я, честное слово, я не слышу. Да, давайте. Какая программа вот эта? Какая программа? Это 1С. В смысле, рассказываем курс электронного документа РЭТа о 1С, да. На какой программе? Ну, в смысле, у нас, опять же, я же говорю, Flash и HTML5 технологии. У нас есть свои разработчики, которые пишут эти курсы, да. Flash и для анимации, и для запросов, данных, в смысле, и всего остального. То есть, ну, там сама, если техническая кому-то часть будет интересна, в смысле, у нас есть некие наработки определенных, например, нажимаю на кнопку, происходит что-то. Нажимаю сюда, к примеру, это анимация играет. И мы просто вот эти вот вещи, как сказать, библиотеки, грубо говоря, просто из одного курса в другой перекидываем, чтобы там каждый раз… Вот поэтому у нас разработка ускоряется, да. Flash уже запретили, но это только для новых версий Chrome. Мы этот вопрос тоже поднимали, именно при мне это было, да. Договорились с айтишниками, оставьте версию нам. Да, и это все решается просто установками настроек в браузере, да, и так далее. Нет, здесь же, опять же, Flash можно, любой Flash через определенные программы перевести в HTML5 и сохранить все, что нужно там внутри. Есть в регионах такие старые компьютеры, на которых все работает без проблем. В смысле, у нас, когда я говорю про учебный портал, у нас есть куча-куча разных данных, в смысле, если вы, наверное, с анализом столкнулись, о том, что мы измеряем там многие вещи, о том, что, например, посещаемость курсов. Если, например, курсы не посещают вообще, у нас есть курсы, которые в открытом доступе, но нет ни в одной из траекторий обучения. Ну, то есть они просто как бы есть. Обучение Excel, к примеру. Если мне не надо обучаться Excel, я никогда не зайду в этот курс. Мы такие курсы, опять же, разговариваем с людьми, разговариваем с заказчиками, как-то его улучшаем и делаем рекламу. Ну, то есть у нас идет там самореклама этих курсов. А так, чтобы, к примеру, какой-то курс не открылся там где-то, все это решается там на уровне IT. И да. Да, да, да. Браузер поддерживает, да. Ну, опять же, это проблема, так сказать, не настройка, а самой даже может быть разработки. В смысле здесь нюансов много может быть. То есть либо два разных браузера, опять же, да, либо разработчик сам накосячил и сделал не ту разработку, которая для какого-то браузера не открывается, к примеру. Ну, это опять же, это все с опытом, с чем-то подходит. Мы сейчас добились того, что у нас есть определенный стандарт. Просто ты запускаешь, работает везде, да. Отпуск. Вопросы-ответов. Да, здесь короткие ответы на длинные вопросы. Выбрали Аделину. Опять же, содержание. Зачем? Зачем? Виды отпусков. Здесь есть некая инфографика, связанные вещи. Что такое там частичный отпуск и так далее. Есть документы, заявления, как их подписывать. Все рассказывается подробно. Здесь все быстро пробегает. Наверное, там кому-то будет что-то непонятное. Я попытаюсь быстро объяснять. Примеры отпусков. Здесь вопрос-ответ. Я, наверное, надо будет останавливать и где-то рассказывать. Здесь шаги. То есть, график отпусков в отделе кадрового администрирования. Работники, его руководители должны получать какие-то уведомления. И так далее, и так далее. То есть, мы по шагам все это объясняем. То есть, чтобы даже молодому какому-нибудь специалисту, он только с универа выпустился, да, и ему вообще непонятно, как эти отпуска оформлять и все остальное. Опять же, наш курс более подробно по шагам объясняет, как это делать на самом деле. Вроде есть. Я не буду врать. Вроде должны быть документы, ссылки, да, вшитые, которые подтягивают это с внутреннего сайта, где у нас есть вообще документы оборудования. Да. Ну, в смысле, это те же люди, которые разрабатывают курсы, да. Да. Да, ну то есть, ну, есть план, к примеру, 3 курса в месяц и так далее. Есть текучка, которая, к примеру, доработка курсов. Это тоже как большая задача ставится. Ну и как бы планирует, выполняет, да. Если есть какие-то срочные продукты, которые вот только вчера выпустили, сегодня нужно обучить сотрудников, приоритеты меняются, мы выполняем тот курс, да. Он как бы… А у вас есть план обучения, если человек пожелает? Да, да. Есть обязательный курс, есть необязательный курс. И план обучения, ну, в смысле, я, наверное, не смогу ответить. То есть это мы же не HR все-таки, да, я… Да, 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 да. Ну то есть у нас от бизнеса приходит запрос о том, что, к примеру, всех менеджеров нужно обучить вот этому. И это в обязательном порядке периодично делается. Ну то есть, да, у нас есть вшитый алгоритм того, что, к примеру, первого числа, там, каждого квартала приходит траектория обучения. И они там заходят, да, и так далее. Да, в любой сфере есть свои нюансы. Если хочешь получить вкусные курсы, имей хорошие ресурсы. Не знаю, если есть примеры, да, к примеру, как это можно сделать в iSpring или в Articulate, я только буду рад и посмотреть на все это, да. Потому что, ну, я сколько на курсере сижу и там на других всяких ресурсах, там, к примеру, они внедряют геймификацию, бейджи дают или еще так далее. Да, это все можно решить системно. Но вот сама иллюстрация, да, ну, такое хорошо кушает просто, да. Не только курсами. У нас, опять же, команда, я рассказываю только про курсы. У нас команда разрабатывает разные сервисы внутренние. То есть это система оценки, система, там, к примеру, того же анкетирования, опросники и так далее. Мы в прошлом году закончили сервис аналитика, то есть там день в день могут люди увидеть, там, к примеру, свои продажи и так далее. Ну, в смысле, это все подтягивается и так далее. Ну, в смысле, есть куча-куча разных сервисов, за которые отвечает, ну, в смысле, наше управление. Да. Ну, опять же, это вопрос другой. Мы сейчас говорим о том, что внутренне. Да, я, конечно, думал о том, что взять это все, вынести наружу и обучать там внешних сотрудников или, там сказать, разных клиентов и так далее. Ну, у нас есть для внешних клиентов много, куча других сервисов, наверное, знаете, там, Каспи Вики тот же, там, где на сайте Каспи Кезет люди могут там по продуктам узнать там определенные, позадавать вопросы, к примеру. Это только для внутренних сотрудников, да. Там, ну, у нас цель разная, ну, в смысле, если руководство скажет о том, что там типа обучайте теперь клиентов, мы только будем рады, но сейчас то, что имеем, да. В смысле, эти вопросы явно не мы решаем. Это 124 на 768, да. Как раз-таки те пропорции. 124 на 768 – это пропорции стандартного экрана. Да, вроде так. 5 минут, да. Ну, если можно, покажу еще третий курс. Здесь опять же про отпуск. А здесь график сменности. Здесь, ну, такая вот анимация. Чуть-чуть зависает, да, это из-за того, что видео снимали. Есть глоссари, что такое ДТР, дирекция трудовых ресурсов и так далее. 5 дней, 6 дней и так далее. Здесь показываем каждый пункт. Это Excel такой большой, это табель учета времени. Ну, о том, что каждая ячейка, что значит, зачем, почему, как ее заполнять. Что такое нерабочие дни, выходные дни и ночное время. Как-то так. Ну, их тоже очень много версий было. Есть сидячие, есть стоячие, есть, которые прыгают, которые что-то поливают. Есть там, которые обнимаются. В смысле, у нас около, наверное, 200 разных поз, которые, ну, в смысле, наши же рисовали, да. Нет, нет, они тоже разные. Ну, в смысле, Джонни Тепп, Аделина, это понятно, в смысле, они там только в одном курсе. А есть, да, стандартные персонажи, которые мы можем там просто налепить в разные курсы. Ну, то есть мы, если нужно, разрабатываем нового человечка. Если не нужно, мы можем использовать. Но, да, они разные. Вы сказали, что решите пару вопросов и шаблот, к сожалению, нет. Ну, там стандартные, просто представьте, А4 вебе. Да, это там просто идет текст с пунктиками, с картинками. Да, да. Ну, в смысле, очень много же разных онлайн-курсов, где есть просто текстовые курсы. Здесь также по шаблону все идет. Ну, мы единственное, корректируем, возможно, формулировки. Но там, где мы не можем сформулировать, например, эти же законодательства, мы их просто оставляем, как есть. Да, да, все это хранится у нас в портале и так далее. Просто почему, опять же, вот вопрос был вроде Сунгата о том, что если у нас штат расформируется, то есть новые курсы, они там как бы прекратят работать. В основном, опять же, почему динамика таких курсов была, что текстовых курсов все равно больше. Но, опять же, это риск того, что если команда вдруг разойдется, то все встанет. А здесь как раз таки все это решается простым знанием, например, веб-сайта. Ты просто нажимаешь, вставляешь какие-то блоки, на следующую главу переходишь, опять вставляешь, выставляешь какие-то, допустим, условия в плане того, сдать тест или не сдать тест, галочки выставляешь и так далее. И все это делается без разработчиков. Есть, есть. Ну, я же показывал, здесь есть в одном из курсов, да, он нажимает play и там показывает, что куда нажать. Ага, все, спасибо. Да, в некоторых курсах есть. Мы, в смысле, даем вроде, у нас был Джон Шоу выступал, да, мы его снимали и там отрезок, он там давал пример того, точно не помню, да, вроде, каких-то навыков. Нет, нет, это опять же, ну, это, в смысле, от потребности. Происходит обычно. Разрабатывают, показывают, согласовывают, нравится, не нравится, не нравится, дорабатываем, добавляем что-то новое. Ну, в смысле и так далее. Просто у нас есть какие-то куски, уже наработки, и просто заказчику нужно выбрать, что он хочет, да, и он получает тортик со свечками, да. Руслан, буквально минуточку еще, если что-то вот есть по презентации сказать. Да, у меня все, всем спасибо, да, надеюсь, было интересно. Коллеги, да, поблагодарим Руслана.